Музыка Всем привет! Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельное видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. И также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня будем вязать кардиган с капюшоном. Кто уже догадался, от какого бренда я взяла этот кардиган, молодцы. Кто не знает, расскажу. В интернете я увидела вот эту фотографию. Эта модель связана итальянским брендом Брунелло Кучинелли. Наверняка у вас сейчас на слуху это имя. Очень многие повторяют джемперы, свитерочки из его коллекции. Вот я, увидев это фото, влюбилась в этот кардиган с капюшоном, и мне сразу же захотелось его повторить. Я поняла, из каких ниток я буду вязать, и как я сделаю такие косички. Как видно по фотографии, кардиган состоит из махера. Добавлена нить с пайетками. Я не знаю точно, какой еще там состав, добавляли там дополнительную нить или нет. Я решила добавить. Она нужна для того, чтобы эта кофта была теплее, но в принципе ее можно и не добавлять. В таком случае у вас получится легкий джемпер, только из махера и пайеток. Также заменив пряжу на другую, можно связать по этому мастер-классу мужской кардиган с капюшоном. Тоже получится очень классно. Что касается пряжи, махер это у нас Ализе Махер Классик, состав 51 акрил, 25 махер, 24 шерсть, в 100 граммах 200 метров, цвет у меня 67. Пряжа с пайетками у меня вот от такой фирмы, здесь в 50 граммах 120 метров, цвет у меня 151 какао. На самом деле пряжа с пайетками достаточно большое количество, не обязательно брать только такую. У меня она очень понравилась, она была доступна по цене, и я ее взяла. И она очень хорошо сочеталась вот с моими цветами пряжи. Что мне еще понравилось, на нити пайетки расположены не часто, и здесь чередуются маленькие и крупные пайетки. И посмотрите, какой шикарный блеск у этих пайеток, просто как зеркало отражают, очень качественно, мне очень понравились. На улице при солнечном свете вы будете блестеть ярче солнышка. И что касается дополнительной нити, это Ализе Лана Голд Файн, в 100 граммах 390 метров, состав 51 акрил, 49 шерсть, цвет у меня 585. По итогу наш кардиган получится не такой легкий, как обычный джемпер или свитерок. Это будет, в принципе, как полноценная верхняя одежда. Это из-за того, что мы вяжем в целых 3 нити, плюс еще добавляет тяжести капюшон. Общий вес кардигана вы можете посчитать сами, если хотите. Под видео в описании я даю всю полную информацию по расходу пряжи. Если у вас будет такое же желание связать кофту более теплой, также с дополнительной нитью, то вместо вот Ализе Лана Голд Файн могу посоветовать Ализе 800. Она нить намного тоньше, но, в принципе, ее кофта будет такая же теплая, если бы мы вязали только из махера. Номер крючка 9. Принцип вязания у нас, как всегда, простой. Вяжем прямоугольную или квадратную спинку, по вашему желанию, как вы захотите. Две передние половинки, два рукава, тоже прямоугольники. И, что касается капюшона, не бойтесь, там ничего сложного нет. Начало вязания в воздушную цепочку я вам покажу, так для примера, как я буду вязать, вот в 3 нити, чтобы вы видели, как это происходит. А все основное вязание я буду вязать другой пряжей, чтобы мне было удобно вам это показывать. Итак, берем нить из каждого моточка, из середины, это нужно для удобства, чтобы у вас так не бегали клубки по столу. Там, где нить с пайетками, изнутри невозможно достать ее, мы просто берем сначала нити. Еще уточню, вязать мы будем именно по вертикали, то есть в длину. Вот мы взяли 3 нити, делаем нашу обычную закрепительную петельку. И набираем такое количество петель в воздушной цепочке, какая нам нужна длина нашего кардигана. В принципе, эти пайетки не мешают, и либо, если они вам мешают, вы приноровитесь буквально там через несколько минут, и будет все достаточно комфортно. На свой кардиган я делала не воздушное вязание, а вот, как вы видите, достаточно плотненькое, то есть не вытягиваю петли, а вот вяжу прям вот по толщине крючка. И вот, что у нас получается, косичка, воздушная цепочка из трех нитей. Также учтите момент, что распускать такую пряжу будет достаточно сложно. Во-первых, махер путается, да, волоски, и во-вторых, некоторые пайетки не дают спокойно распускаться. Также вы можете потренироваться на другой пряжи, прежде чем вязать с пайетками и с махером. Еще смотрите, что касается ниток с пайетками, вы можете эту нитку вставлять хоть в каждый ряд вязать, через один ряд, через два, через три, то есть так, как вам хочется. Это зависит от вашего желания, насколько вы хотите, чтобы блестел ваш кардиган. Я вязала один ряд, вставляла нить с пайетками, не обрезая нить, просто вязала следующие два ряда без пайеток. Вот эту необрезанную нить подсоединяла к четвертому ряду, вязала с пайетками, следующие два ряда без пайеток и так далее. Мне кажется, это самый оптимальный вариант, он и в меру блестит, и это не слишком вычурно. Предположим, что вот эта белая нить, это у нас нить с пайетками, вот это у нас две нити махер, к примеру, и обычная дополнительная. В каждой детали, в которую я начинала вязать спинка, перед или рукава с капюшоном, я воздушную цепочку делала без пайеток. В принципе, в этом нет необходимости, потом, в принципе, этот край будет спрятан в шовчике, поэтому можно делать воздушную цепочку без пайеток. Сейчас я вам покажу, как мы будем вязать рукав. Набираем воздушную цепочку из такого количества петель, сколько нам нужна длина нашего рукава. У меня это было 60 воздушных петель. Показывать я вам буду, как всегда, на маленьком примере, чтобы не набирать всю длину. Вот, к примеру, я набрала 60 воздушных петель. Вяжем поворотными рядами. В конце каждого ряда всегда петля подъема, чтобы перескочить на следующий ряд. И чередуем ряды таким образом. Один ряд соединительный столбик с накидом, следующий ряд просто соединительный столбик. Следующий ряд соединительный столбик с накидом, следующий ряд просто соединительный столбик. И все, в принципе, таким образом у нас получатся такие замечательные косички. И абсолютно в каждом ряду вяжем за заднюю стеночку косички. Итак, мы набрали нужную длину для нашего рукава. Сейчас первый ряд, как всегда, вяжем вот за вот эти перемычки задние. Я начинаю этот ряд, во-первых, со соединительных столбиков с накидом, и во-вторых, нам сейчас нужно подсоединить нашу нить с пайетками. Делается все очень просто. Просто вот так прикладываете третью нить, чтобы здесь был такой небольшой кончик, для удобства потом мы его спрячем. И вот во вторую перемычку от крючка, как всегда, сразу же вяжем соединительный столбик с накидом. То есть делаем накид, проводим крючок в нашу перемычку, захватываем нашу рабочую нить, в нашем случае три рабочие нити, и проводим эту же петельку через наши две петли на крючке. Далее все то же самое. Делаем накид, крючок в перемычку, захватываем рабочую нить и этой же нитью через две наши петельки на крючке. делаем накид крючок в перемычку захватываем рабочую нить и этой же нитью через две петельки на крючке и таким образом вяжем до конца но в конце оставляем такое количество петель какое вы хотите чтобы у вас было резиночка то есть смотрите вот свою резинку для своего рукава я выбрала в количестве 6 петелек то сейчас я остановлюсь в конце не провязывая 6 петелек у вас это может быть и 4 5 6 7 сколько вы хотите чтобы вас была ширина резинки я сейчас расскажу на своем примере то сейчас я вижу до конца и оставляю здесь 6 петелек не провязанными мы подошли к нашей резиночке на рукаве а здесь я советую взять крючок чуть-чуть поменьше такой какой вам будет удобен а это нужно для того чтобы она была удобно делать соединительные столбики вот этой вот тоже толстой пряжей то есть она нужно чтобы резиночка заужалась и красиво все было аккуратненько смотрите вот мы закончили наши соединительные столбики с накидом а нашу резиночку на манжете наших рукавов мы вяжем просто соединительные столбики продеваем крючок в нашу перемычку захватываем рабочую нить и через и сразу же через нашу петельку на крючке далее все то же самое продеваем крючок и захватываем нить и сразу же этой нитью в нашу петельку это соединительные столбики так это 2 далее 3 соединительный столбик резиночки 4 5 и 6 все и таким образом у нас здесь будет вязание пошире а к резиночке заужаться потому что сделать заужение соединительных столбиков толстым крючком будет не очень красиво но если вам нравится если у вас получится пожалуйста делайте толстым крючком делаем петлю подъема разворачиваем вязание и вяжем резиночку также за задние стеночки петли соединительными столбиками в моем случае 6 петелек 1 убираем наш крючок который потоньше для нашей резиночки берем наш основной крючок и также продолжаем вязать соединительными столбиками также за заднюю стеночку петли до конца ряда вот мы подошли к концу осталась последняя петелька вот она всегда так ложится и и иногда не сразу можно заметить и и я предлагаю вязать не за заднюю стеночку петли да как мы вяжем все полотном а именно в конце каждого ряда самую последнюю петельку предлагаю провязывать именно за всю косичку то есть за две половинки косички также соединительный столбик это просто нужно для того чтобы края наших вот деталей были не подвержены так сильно растяжению в конце каждого ряда всегда делаем петлю подъема и разворачиваем вязание далее следующий ряд я буду вязать уже без нитки для пайеток то есть вот так я ее просто убираю здесь она у меня будет висеть она мне не будет абсолютно мешать и следующий ряд я провязываю со второй петельки от крючка за заднюю стеночку соединительный столбик с накидом то есть мы чередуем соединительный столбик с накидом просто соединительный и вот так каждый раз чередуем ряды сейчас я захватываю нить и провязываю соединительный столбик с накидом и и так вяжем до начала наши резиночки провязываю последний соединительный столбик с накидом перед моей резинкой вытаскиваю крючок беру крючок потоньше и также мою резиночку и провязываю соединительные столбики за заднюю петельку в моем случае это 6 петелек в конце каждого ряда каждую петельку провязываем за обе стеночки петли делаем петлю подъема и разворачиваем вязание далее все то же самое сейчас провязываем 6 соединительных столбиков тонким крючком это наша резиночка провязываю последнюю шестую петельку соединительную убираю крючок беру крючок наш основной и вяжу до конца ряда соединительные столбики вот мы подошли к концу осталась последняя петелька и в этом ряду я сейчас буду вязать опять с нитью для пайеток то есть вот я буду сейчас подсоединять опять третью нить то есть как мы вяжем продеваем крючок и за обе стеночки петли как всегда в конце каждого ряда и вот беру на мою нить с пайетками вот мои две основные нити и вот так захватываю все три нити вытаскиваю через петлю и делаю соединительный столбик все три петли у меня на вязание делаю петлю подъема разворачиваю вязание и все то же самое вяжем этот ряд с соединительный столбик с накидом с тремя нитями провязываю последний соединительный столбик с накидом меняю крючок и вижу мою резиночку соединительными столбиками до конца последнюю петельку провязываем за обе стеночки косички делаем петлю подъема и разворачиваемся этот ряд мы будем вязать без пайеток то есть я так чередовала два ряда без пайеток один ряд с пайетками вы делаете так как вам удобно и так сейчас будем вязать из двух нитей вяжем резиночку со второй косички от крючка соединительные столбики беру другой крючок и вяжем соединительные столбики до конца ряда провязываю последнюю петельку за обе стеночки косички петля подъема и разворачиваем вязание смотрите к примеру если у вас всегда в начале каждого ряда первая петелька теряется то ее можно вот обозначить вот таким маркером то есть вот так вы провязали две петельки вот самая пить первую петельку вот так можно обозначить маркером все и в следующем ряду вы точно будете знать что последняя петля провязывается именно в нее то есть вот так когда мы в следующем ряду подойдем сюда то есть вот эта последняя петля будет обозначать висеть с маркером и все таким образом вяжутся наши рукава то есть у нас то есть получится такое полотно пошире к резиночке будет заужаться вяжем ту ширину которую вы хотите и вот в итоге что у нас получится вот такое вот прелестное чудесное полотно с заужающейся резиночкой что касается спинки и передних двух половинок здесь на фото я не пойму если резинка либо ее нет очень плохо видно либо она очень свободно связано так что прям а сливается с основным вязанием либо я вообще нет но и в своем кардигане я ее не делала вы можете делать по желанию поэтому если вы будете делать резинку на переде и спинке а то в таком случае делайте резинку не маленьким крючком как мы делали для рукава там где нам нужно чтобы сильно заужалось вязание а делайте резинку обычным толстым крючком в моем случае на переде и спинке я не делала резинок поэтому я вязала обычную спинку прямоугольник и две передние половинки тоже прямоугольник то есть делаем все то же самое вяжем обычные самые прямоугольники без резиночки набираем нужное количество петель в моем случае я набирала 67 воздушных петель на перед и спинку это длина моего кардигана первый ряд я начинаю вязать с соединительных столбиков с накидом и с нитью с пайетками то есть точно также подсоединяем делаем накид во вторую перемычку от крючка провязываем соединительный столбик с накидом и так до конца ряда провязываем последнюю перемычку делаем петлю подъема разворачиваем вязание со второй петельки от крючка за заднюю стеночку петли вяжем весь ряд соединительные столбики последнюю петельку в ряду всегда провязываем за обе стеночки столбик подъема разворачиваем вязание и все то же самое сейчас вяжем целый ряд соединительный столбик с накидом разворачиваем вязание просто соединительные столбики и вот так чередуем ряды и вяжем ту ширину детали которая нам необходимо на спинку моего кардигана я набирала изначально 67 воздушных петель и так провязала 77 рядов ширина моей моей передней половинки 39 рядов на рукава я набирала изначально 60 воздушных петель и провязала 57 рядов у нас готовы все детали кроме капюшона сейчас делаю вам замеры длина рукавами получилось 54 см ширина 45 см длина спинки получилась 64 см ширина 59 см передняя половинка также получилась длиной 64 см на 28 см таким образом у нас получилось что ширина спинки равна ширине двух передних половинок примерно плюс-минус там разница в пару сантиметров здесь мы не делаем сильно большую разницу между передними половинками и спинкой как в кардиганах так как в нашем случае с капюшоном. Вот здесь, где шея сзади, не будет прилегания вот этих наших двух половинок. Поэтому нужно сделать так, чтобы ширина двух передних половинок в общей сложности была чуть-чуть, буквально на три ряда уже меньше, чем ширина нашей спинки. То есть, чтобы здесь было небольшое пространство. Когда мы уже все закончим и пришлем капюшон, а здесь мы пустим один или два ряда косичку, здесь здесь есть по вороту, соединим вместе с капюшоном и по второму вороту. И таким образом у нас будет прям стык в стык наши детальки. Присмотрите, что с одной стороны полотна у нас получились вот такие красивые косички, а с изнаночной стороны получились вот такие косички поменьше. Это у нас будет изнанка. Поэтому сейчас прикладываем лицевой стороной друг к другу спинку и две передние половинки, так чтобы у нас косички смотрели в одном направлении. Сейчас мы будем сшивать по плечевому шовчику наши передние половинки со спинкой. Сшиваем мы их не до конца, как в кардигане. Нам нужно оставить примерно вот такой ворот, чтобы потом и к этому вороту пришили и к спинке наш капюшон. Вот я примерно поставила маркеры, где я хочу, чтобы у меня начинался капюшон вот отсюда и потом по спинке шел. Это расстояние примерно 15-16 сантиметров. То есть вот это расстояние, которое мы сейчас будем сшивать, и вот это расстояние, которое у нас останется недошитым, вы оставляете абсолютно индивидуально по своему изделию. Не ориентируйтесь на меня, потому что у всех получится все по-разному. У вас, возможно, будет изделие намного уже, либо вы сделаете побольше. Примерно каким образом можно понять, какое расстояние нужно сделать, оставить для капюшона, просто наметайте сейчас вот отсюда с краев, к примеру, до серединки передних половинок, надевайте на себя и примерно прикидывайте в зеркало, смотрите, вот как отсюда пойдет капюшон. Хорошо ли сидит на плечах вот это наши передние половинки со спинкой, не спадает ли с плечей, либо если вы, к примеру, сильно довяжете, вы поймете, что капюшон получится, ну вот прям супер маленький, тоже не особо будет красиво. Поэтому это нужно смотреть все индивидуально по себе. Итак, сейчас я буду сшивать с краев с одного и с другого, и вот подойду примерно вот до сюда, и буду ориентироваться так, чтобы с лицевой стороны вот так совпадали косички, как косички, чтобы было на лицевой стороне, потом красиво все. Сшивать можно либо соединительными столбиками, либо иголкой с широким ушком и этой же нашей пряжей. Сшивайте, как вам удобно. Я буду сшивать двумя нитками, махеровые дополнительные, вы можете вязать, сшивать только либо дополнительные, либо только махеровые, это уже как вы сами хотите. То есть подсоединяем в уголочек с одного края, другого. Вытаскиваем, закрепляем нить, и вот так, смотрите, чтобы с лицевой стороны совпадали косички, и вот так провязывайте, ну вот, к примеру, можно делать соединительные столбики. Как часто вязать сами, смотрите, регулируйте, чтобы вот так полотно не стягивалось, да, к примеру, если вот вы будете вязать, сразу так перескакивать через косичку, сами смотрите натяжение, и вот вяжите соединительными столбиками. Далее пришиваем рукава. Сначала пришиваем вот по этим швам и с этой и обратной стороны, и потом единым швом можно пришить от низа кардигана до проймы, и вот сюда сразу же перейти вдоль рукава пришивать. Когда мы сшиваем боковые швы и рукава, нам нужно сделать так, чтобы с лицевой стороны у нас сохранялся узор косички, чтобы выгляну было все красиво. Поэтому делаем таким образом. Вот у нас на одной половинке мы захватываем верхнюю половинку косички, на противоположной детали тоже верхнюю косичку, и вот так провязываем. И так далее до конца. Вот захватываем одну половинку косички, в следующем другую половинку косички и провязываем. Таким образом с лицевой стороны у нас совсем не будет видно шва, все будет очень красиво, то есть вот он шовчик, и вот с лицевой стороны так он выглядит. Мы сшили абсолютно все детали, вывернули кардиган на лицевую сторону, и сейчас будем работать с капюшоном. Капюшон у нас будет состоять из двух половинок, которые мы потом сошьем по заднему шву. На спинке отсчитываем от наших швов, которые мы сшили по плечикам, ровное количество рядов, и находим серединку, отмечаем ее маркером. Сейчас нужно посчитать, сколько косичек у нас получилось на передней половинке до шва, и от шва до нашего маркера на спинке. У меня получилось 17 косичек, значит такой ширины в 17 косичек у меня должен получиться прямоугольник одной половинки моего капюшона, и плюс еще одну косичку мне нужно оставить на вот соединение вот здесь, чтобы у нас здесь ничего не тянулось в этом месте, то есть всего мой прямоугольник, одна из моих половинок капюшона будет состоять из 18 косичек. У вас это может быть абсолютно любое другое количество косичек, не ориентируйтесь по мне, как я вам уже говорила, капюшоны вы смотрите по себе и вяжете именно по своим параметрам. Смотрите, еще такой момент, вот к примеру, это капюшон, вот здесь спереди как будто бы лицо, это верхний шов, и он там задний шов. И вот это, к примеру, вот эта наша макушка у капюшона. Если мы сделаем одинаковые прямоугольники, то здесь, когда мы будем сшивать их по швам, получится острый слишком угол, я думаю, это не очень красиво смотрится обычно у капюшонов, здесь он закругленный, поэтому я предлагаю связать именно вот такую фигуру, чтобы у нас здесь было закругление потом, когда мы будем все это сшивать, и таким образом он будет выглядеть намного красивее. Для начала мы свяжем вот этот прямоугольник обычными самыми косичками, вот как мы вязали перед и спинку, а далее, не отрывая нити, будем делать просто убавки, и таким образом у нас получится такое уменьшение рядов. Именно свою макушку я сделала с заужением вот в три косички, вы можете сделать и с четырех косичек, то есть это будет еще более округлый такой срез, можно еще пораньше начинать уменьшение делать рядов, то есть будет вот такой скос, да, и потом, когда мы будем сшивать, еще более округлый капюшон будет. Это все смотрите индивидуально, все каждый раз примеряйте на себя, смотрите, если что, просто перевязывайте или вот делайте так, как вам больше нравится. Как я уже ранее сказала, вот здесь по косичкам я посчитала, у меня получилось 18 косичек, и то есть вот эта половинка, деталька капюшона, у меня должна получиться примерно 18 вот этих косичек, да, то есть чтобы удобно нам было пришивать. У меня получилось 19, ничего страшного, одну косичку я смогу спрятать вот здесь, в заднем шве, то есть сейчас мы вяжем вот этот прямоугольник, просто прямоугольник, и я вам сейчас покажу, как я вот делала вот эти убавления. На свой капюшон я набирала 50 воздушных петель изначально, до вот этого места, до заужения вот этот прямоугольник у меня получился 34 ряда, последний ряд прямоугольника у меня получился соединительные столбики с накидом, и сейчас я начну вязать соединительные столбики и начну убавления. Вот сейчас я вам покажу это на маленьком примере этой чтобы не набирать огромный капюшон заново то есть вот смотрите вот идентичные два прямоугольника а вот косички туда смотрят вот косички и вот здесь сейчас мы будем делать убавку у вас не обязательно должно получиться точно так же чтобы закончили на соединительных столбиков с накидом я вам просто сейчас показываю суть именно чтобы поняли как конкретно вязать вот наш капюшон и так я сейчас начинаю вязать ряд где я уже начну убавку вот вот эта убавка у меня будет первое я вязала вязала и до конца я не довязала две петельки то сейчас я вижу соединительные столбики почти до конца оставляю две петельки не провязанные вот я довязала ряд у меня остались здесь не провязанные две петельки точно также здесь было и они довязала и сейчас я просто делаю петлю подъема и разворачиваю вязание и вяжу следующий ряд темы столбиками которые вот у меня по схеме в данном случае у меня а я буду вязать соединительные столбики с накидом до конца ряда конце ряда как обычно провязываем за всю петельку то есть это вот вот этот наш край делаем петлю подъема и разворачиваемся а здесь в этом ряду мы также не довяжем именно вот этот уже сокращенный наш ряд также не довязывая две петельки то есть вот вот этот ряд наш последний получится еще короче предыдущего то сейчас я вижу а соединительные столбики не довязывая до конца две петли подошли к концу укороченного ряда вот остались две петельки просто я перед ними также делаю петлю подъема разворачиваю и вижу до конца по моей схеме в моем случае соединительные столбики с накидом все и вот такая деталь у меня получилось теперь нам нужно связать вторую половинку но можно учесть что если мы будем вязать абсолютно идентичную такую же половинку то когда мы сложим их пополам когда будем же связывать да то вот эти косички получится внутри она нужно связать такую же только зеркально отображенную детальку ты чтобы вот эти косички также были на другой половинки тоже с наружной стороны с лицевой стороны все так у нас должно получиться видите и с этой стороны у нас косички то есть вторую зеркальную деталь капюшона я буду вязать именно с вот этих укороченных рядов и потом будем увеличивать увеличивать и потом вывязывать наш прямоугольник сейчас нам нужно набрать такое количество петель чтобы она соответствовала количеством вот этих полученных косичек на наши первые детальки у вас это может быть абсолютно другое число косичек да потому что все мы вяжем по своим меркам по своему усмотрению я сейчас набираю 46 воздушных петель далее за задние перемычки вяжу до конца ряда соединительные столбики с накидом у нас получился первый ряд укороченный вот этот ряд вот он косичка а далее следующий ряд мы будем вязать и увеличивать наше вязание то сейчас мы разворачиваем вязание вяжем до конца в моем случае я вяжу соединительные столбики до конца ряда провязываю последнюю петельку как обычно и сейчас мне нужно подняться вот сюда до чтобы вот такая ступенька образовалась так как мы здесь помните не довязывали 2 по 2 петельки в каждом ряду а сейчас нам нужно их увеличить на 2 петельки плюс 1 петля подъема то сейчас делаем 3 воздушные петельки разворачиваем вязание и сейчас у меня по схеме соединительные столбики с накидом у вас возможно соединительные столбики я вижу просто до конца ряда довязала ряд до конца вот что у нас получается да вот смотрите зеркальная абсолютно деталька сейчас нам а в следующем ряду нужно довязать до конца ряда и еще также подняться на 3 петельки набрать 3 воздушные петельки то есть чтобы подняться до вот этого уровня ты сейчас до конца ряда я вяжу по моей схеме столбики в моем случае соединительные столбики провязываю последнюю петельку и делаю 3 воздушные петли переворачиваю вязание и также вот за дальнюю стеночку вяжу до конца ряда по моей схеме это соединительные столбики с накидом вот довязала ряд до конца вот что у нас получается вот такая зеркальная деталька вот то есть вот это наша часть это вот она мы довязали и сейчас продолжать будем вязать просто вывязывать до конца наша прямоугольник то есть вот эту часть оставшуюся смотрите сколько вам нужно довязывать и вяжите до конца и вот что у нас в итоге получилось то есть вот они две зеркальные половинки капюшоном размер моего капюшона получился 47 сантиметров на 30 и все в принципе нам остается только пришить наши две половинки капюшона к нашему кардигану пришиваем с изнаночной стороны чтобы не было видно шва аккуратненько все косичка косички чтобы у нас все красиво было здесь напоминаю где вот уголочек сюда оставляем одну косичку далее вяжем по спинке здесь и здесь когда сошьем две детальки потом прошьем здесь тоже с изнанки вот по заднему шву наш капюшончик и вот по верхнему шву мы сшили абсолютно все детали рукава перец и спинкой и капюшон сейчас по желанию если вы хотите по низу кардигана и ворот и капюшон можно обработать одним рядом столбики без накида либо рачьим шагом вот например как в этом мастер-классе мы обрабатывали край кардигана он будет выглядеть более законченным также он сгладит вот эти вот переходы с детали на деталь и лучше выровнит край нашего изделия что касается застежки я скорее всего пришью вот такие вот кнопочки обычные кнопки по краю кардигана вы можете сделать его на молнии либо еще какие-либо застежки это вы уже смотрите как вам больше нравится после того как вы сшили рукав и вам кажется что манжет рукава слишком широк и все равно остался и не так хорошо облегает вашу руку то мы берем уже известную нам эту шляпную резинку такая она круглая из изнаночной стороны вот так вот за ближайшие к нам косички змейкой продеваем вот вот эту нашу резиночку и с лицевой страны его совсем не будет видно наш кардиган полностью готов всем спасибо за просмотр всем пока